Алтайский Крестл абсолютным лидером антирейтинга по качеству топлива, информирует Политсебро. Лаборатории, входящие в систему контроля качества нефтепродуктов «Газпромнефти», завершили исследования проб, которые автомобилисты принесли в ноябре в ходе межрегиональной акции ко Всемирному дню качества. Всего в регионе было проверено 107 образцов бензина и дизельного топлива с различных АЗС. Худший показатель показал наш регион. Из 14 образцов бензина и дизельного топлива 13 оказались некондиционными. Здание Барнаульского планетария вернут церкви, пишет информагентство Толк. До конца этого года планетарий обязан освободить помещение, которое находится в парке Изумрудной. В настоящее время мэрия Барнаула занимается оформлением документов по передаче здания Креста Возвиженского храма. Это должно случиться весной 2019 года. При этом пока не ясно, где разместится планетарий. Сейчас рассматривается несколько вариантов. Вероятнее всего это будет бывший кинотеатр «Родина», но пока там находится театр кукол-сказка. Комсомольская правда Барнаул взяла занимательное интервью у патолога-анатома. Местный врач с большим опытом работы рассказал журналистам о том, может ли в морг попасть живой человек, часто ли он сталкивается с мистикой и почему верит в загробный мир. Читайте материал на страницах газеты и сайте Комсомольской правды. Тыковку для крупной золушки вырастила жительница краевой столицы, сообщает московский комсомолец Барнаул. Вес тыквы почти 300 килограммов. Оранжевое чудо, знаменитое своими объемами, уже приняло участие в празднике урожая. Там тыква заняла безоговорочное первое место в номинации овощ-гигант. Добавим, самую огромную тыкву в мире в 2016 году вырастил фермер из Бельгии. Она весила почти 1200 килограммов. Домашний кот ждет хозяина в редакции бийского рабочего. Журналисты газеты пишут, что котик, по всей видимости, домашний и потерялся совсем недавно. Зверек ухоженный и носит ошейник. Если кто-то узнал котика, просьба сообщить его хозяевам или прийти за питомцем в редакцию, резюмируют корреспонденты.